Всем привет ребят, с вами Zork и сегодня мы посмотрим на новую игру под названием Starbound. Достаточно долгожданная игра, про неё я узнал уже достаточно давно. Ещё при выходе Terraria, это год или два лет назад вышла Terraria, точно не помню. Но во время выхода этой игры, то есть Terraria, как раз таки был анонс, информация об этой игре разрабатывали очень долго, мучительно можно сказать. И для фанатов особенно, тех кто ждал, я в то же время тоже ждал эту игру, так как мне нравится Terraria, нравится Майнкрафт. Опять же скажу, Starbound очень схож с Terraria и по геймплею, но в каком он смысле, это Terraria в улучшенном облике. То есть со всеми DLC-хами и ещё кучей-кучей-кучей нового. Ладно, давайте попробуем, сыграем синглплеер, есть также мультиплеер, опции и выход. Ладно, стандартно, здесь я уже попробовал сыграть, то есть протестил. Присутствует 6 рас, насколько я знаю, должны добавить ещё новые расы, точно не уверен. Будем ждать, будем ждать, так как это бета. Но эта бета уже весит 700 мегабайт. То есть первоначально, конечно, было Geek 200, около того, но в итоге почему-то получилось 700. Ладно. 700, скажем так, для игры, которая создана из пикселей. То есть вы можете увидеть сразу же самого персонажа, например. Это очень много, я считаю. Хотя бы, ну ладно, музыка здесь хорошая, очень приятная, но 700 мегабайт, не знаю. Ладно, что же у нас тут. Перейдём ближе к делу. И 6 рас. Это человек. Птица, насколько я понимаю. Ну, что-то вроде. Человек. Птица. Окей. Человек. Обезьяна. Трава. То есть, я не знаю, фауна, флора, флора-фауна. И, кстати, заметьте, у вот этой травы пол делится на синюю розу и красную розу. То есть, красная это девочка, синяя это мальчик. Хотя не отличается ничем. То есть, это девочка, а это мальчик. Ну, окей, далее. Это я... Хайлоттлс. Не знаю, что это такое. Какой-то, ну, не знаю, иноземный. Инопланетянин, так скажем. Вроде трёхглазый какой-то. И на самом деле, женский от мужского не особо так же отличается. Ну, вроде как... По дуловищу. Ладно. И роботы. Это у нас розетка и... Штекер, можно сказать. Ну, вот. Уже что-то вроде выделения тичечек, так сказать. Ладно, далее, далее. Здесь у нас можно выбрать цвета. Облики. Что во что ты одет. Цвет того, во что ты одет. И вот персоналити, так называемая. То есть, как будет выглядеть ваш персонаж. Что это? То есть, в мужском облике точно так же. Окей. Видимо, и геи есть в этой игре. По крайней мере, вот по вот этому персоналити, так скажем. Ладно. Создадим чисто рандомного персонажа. Ну, мне кажется, все-таки человек наш выбор. Рандом, рандом, лысый. Кстати, вы можете сразу заметить, насколько разнообразный может быть персонаж. И насколько сразу же дают одежду разную. Ну, давайте. Ну, цвет это вы видели. Обезьяны. Кстати, обезьяны прикольные. Прикольные такие обезьяны. Флора, фауна. Тут не понять. Здесь у нас инопланетяне тоже прикольные. Ибо достаточно интересные такие формы головы у них. Ну, я бы не сказал, чтобы это... Волосы, окей. Так, так, так. Кого? Человека, да. Рандом, рандом, рандом. Ну, выберем. И... Вот этот. Вот этот вот. Отлично. Что же у нас? Краурой. Беттерибой. Хоппитерс. Окей, вот так пускай будет. Окей. И... Да, ладно. И что же мы появляемся на корабле. И как вы понимаете, мы будем путешествовать по планетам на этом корабле. Можно также в будущем улучшить этот корабль. Насколько я знаю, присутствует сразу же несколько компьютеров, которыми мы можем воспользоваться. Ну, это все стандартное меню, конечно же, для RPG. То есть, хп, мана и так далее. И 1, 2, 3, 4, 5. И что же нам предлагается? То есть, первоначально квест. Да, вот он. Взять, и так далее. При СЕ, бла-бла-бла-бла. На русском, к сожалению, пока игры нету. Так как это достаточно свежая бета. То есть, вышло очень и очень недавно. И очень прикольная музыка в игре. Музыка просто шикарна. Фонарик. Это у нас торч. Стандартная. Банана. Сет. То есть, видимо, бананы можем садить. Меч. Достаточно прикольный. И да, насчет графики. Вы, опять же, можете заметить. Все очень пиксельно и минимально... Минималистично. Так скажем. Так. Выбираем. Ну, вот эту вот штукенцию. Ну, вы, наверное, уже многие знаете. Многие даже, возможно, поиграли. Скачали в эту игру. А, может быть, и купили. Если вы купили, вы большой молодец. Так. Здесь у нас жара. Да? Ух ты. Сразу же. Враги появляются. Так. А это что такое еще? Так. И вот этой вот штукенции мы можем рубить деревья и так далее. То есть, это у нас место руки. И, кстати, немножечко непонятна система того, что вроде как бы мы появляемся на корабле. Даже вот у нас есть такое вот оружие суперское. И нам все равно приходится добывать разнообразную руду, деревья и так далее. Или создавать кирки. То есть, как-то это не сходится немножечко. Но, по этому поводу там даже есть какой-то-то прикол, комментарий. То есть, по сути, что это древний век. Ну и, конечно же, ух ты, вы посмотрите, это мозги. Или мне кажется? Нет, это мозги. Определенно, мозги на заднем фоне. Планеты, конечно, по сути, более или менее схожи. То есть, все равно присутствуют деревья, камень, опять же, земля. Хотя, все эти вещи выглядят по-другому. То есть, другая окраска. Возможно, деревья вообще по-другому будут выглядеть и так далее. Кстати, вот тут же мы можем заметить руду. Зачатки, так скажем. Это у нас мобы. Добрые или злые. Но вот эти, по крайней мере, точно не добрые. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Ну, в смысле, не так громко музыка играет на заднем фоне. Ну, давай, заканчивайся. Да, да, да. Мы закончили эту битву. Получили какую-то фигню за нее. Репка. Репка. Ух ты, ничего себе. Да, он еще стреляется. Первого уровня. Ну, на самом деле, игра шикарная. Уже можно заметить. По рисовке, по дизайну мне достаточно очень нравится. Но. Но, 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 но. Конечно же, любой последующей игре, то есть, песочнице, мне кажется, не стать лучше Майнкрафта. То есть, не сколько самого игры Майнкрафт, то есть, с ее обновлениями и так далее, а сколько тем, что Майнкрафт вышел первым. Так, мы получили сундук. То есть, Майнкрафт вышел первым. И поэтому ощущение вообще самой песочницы, самого вот этого вот. Не знаю. Ух ты, что это случилось? Что произошло? Почему-то разрешение поменялось, и мы сейчас можем увидеть огроменные глаза моего персонажа. Ну, да ладно, самого геймплея, то есть, вот первое ощущение того, что ты играешь в песочницу, вот именно это в Майнкрафте было достаточно крутым. Так. И шикарным, я бы сказал. Ну, вот, конечно, вы уже сейчас могли заметить то, что в игре присутствуют вот такие вот баги и лаги разные. То, что экран, например, приблизился. Да, я скоро умру, к тому же. Но, кстати, кстати, я хотел бы еще сказать про планеты, то есть, не все они схожи. Также присутствуют, например, на каждой планете свои, как сказать, выжившие. То есть, по сути, конечно, это все похоже на апокалипсис. Так, я выкинул свой меч. И, кстати, я уже не могу... А, вот, отправился все-таки на свою планету. Да, присутствуют выжившие и, то есть, в каждой планете свои здания, свои люди. То есть, по сути, ну, те, кто обитает на этой планете, так скажем. Так, и вот эти вот монстры тоже на каждой планете свои. И мне уже не очень нравится то, что настолько приближено. Ибо достаточно многого нельзя увидеть. И, в общем-то, все, что я хотел сказать об этой игре, я сказал. То, что все-таки нету того чувства, что ты играешь, что-то новое, что-то то, чего ты не играл. Но уже все равно, ты знаешь, что будет происходить в этой игре. Опять начнем рыть руду. Опять начнем крафтить. Хоть здесь и будет разнообразие большое. То есть, не как в террарии, одно и то же каждый раз. Будут новые планеты, будут новые монстры, будут новые боссы. Новые уровни, новый шмот. Вот, конечно, это все круто, но это уже не то немножечко. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить палец вверх. Обязательно скачайте эту игру. Поиграйте с друзьями или сыграйте в одиночку. Оу, какие-то монстры тут появились новые. Убегаем, убегаем, убегаем. Обязательно скачайте, сыграйте. Определенно, если вам понравился, пронравилась террария. Определенно вам следует сыграть в эту игру. Всем удачи и всем пока.